наша команда приехала раньше в гуанчжоу мы поселились в центре скажем так в новом центре вот через пару дней начнется охота за новинками мы собираемся посетить тему детских товаров игрушек товаров для дома в общем много чего интересного что перспективно в продаже хотя в китае есть свои проблемы у них им не хватает свежих идей креатива и они готовы платить за наши разработки наши идеи какие-то готовые решения которые могут реализовывать их фабрики в общем превращайте свои идеи в жизнь потому что в китае это уже дело знаете я в 2008 году приехал в китай вот моя фотография мне здесь 23 года вот ближе покажу вам и с того времени в моей жизни все изменилось сегодня я уже отучил более 4000 человек лично и сотни из них ведут бизнес китаем каждый год со мной приезжают в китай около 200 человек самый большой страх и ограничение которое мешает большинству предпринимателей это боязнь и переживание как же все будет да как найдя интересный товар ты можешь его взять взять и привести на свой внутренний рынок при том чтобы не пострадать при логистике и не потерять деньги до чтобы все произошло как ты ожидаешь и ты смогу еще заработать и тут много составляющих есть составляющая естественно людей в китае проверка груза инспекция груза в большей степени то на чем я когда-то обжегся и мне это стоило огромных средств более 150 тысяч долларов я заплатил за свои незнания работы с китаем и теперь это превратилось знание так вот это знание я транслирую вам для того чтобы вы возможно вы сегодня в гараже создали будущий apple будущую zara будущий чика и действительно привозили на внутренний рынок качественные продукты качественные решения и помогали и мне в том числе покупать классный продукт если вы хотите чтобы у вас получилось так же как и у тех ребят которых вы видели в кейсах в тех видео обзора которые мы делаем то приезжайте в китае или используйте мои навыки мы обучающую программу для того чтобы для вас китай работа правильные пацаны китае ездят на каенах смотри полицейский рядом стоит возле каяна ему все равно мы в парке в гуанчжоу снова в окружении высоток огромнейших зданий показываем какой китай может быть разным стоит остановиться сделать пару фотографий вот эта библиотека поэтому если вас спросят как пройти в библиотеку то вы уже знаете вот это за мной здание и все на верхнем этаже находится отель 4 сезона напротив здание которое строили сумасшедшими темпами и сегодня она самая высокая большая ли выставка в гуанчжоу и небольшой в общем можно посмотреть карту залов это три огромнейших павильона сейчас я нахожусь в павильоне c здесь несколько этажей которые посвящены разным тематикам между ними будет электроавтобусики камерой видеорегистратором стоит 30 долларов прям огонь тонко супер крепится прямо на свое стекло молодцы они умеют повторять что удивительно некоторые товары они повторяют например с унылыми глазами вот это смотришь единорог должен улыбаться у него унылые глаза как-то странно чудо центре гонконга он ходит по воде это мусия мусия спаси нас мы сегодня взяли ресторан с крабами и вообще раскладкой морепродуктов Екатерина Олеговна набрала уже тарелку и она на самом деле склонила всех к тому чтобы есть именно здесь путешествие с ковпаком это не только китай и выставки это еще и вкусная еда да вкусные морепродукты всего два часа дня мы в гуанчжоу и тут просто стала ночь посмотрите все небо затянуло тучами просто просто ночь отсюда с высоты перехода кажется что гуанчжоу прям рай райское место и действительно новый квартал он выглядит таким райским вокруг зелень пахнет высоченные здания которые уходят в небо на самом деле каждый кто приезжает в первый раз в китае или посещают выставку не все понимают до конца правила как здесь находить реально крутые темы реально крутые товары но те кто те кто начинают въезжать как это делается как это происходит вот они умудряются здесь из всего выбора найти реальные вещи реальные темы найти фабрики которые для них потом работают и приносят деньги поэтому ну как бы не спешите с выводами я очень люблю смотреть за ребятами которые сами приезжают и говорят ой мы ничего не нашли вот потом через полгода они повторяют этот шаг уже по-другому или прислушиваются мнению тех кто умеет использовать выставки у них получается собственно поэтому со мной ездит по 25 26 человек потому что люди хотят быстрее получить решение которое самостоятельно обыскали несколько лет ну что мы ждем вас в китае китай и собственно гонконг который является частью китая чудесное место если бы еще не орали китайцы было бы вообще замечательно ну так и так хорошо иди сюда особенно когда пенисам да нас много а 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